итак дорогие друзья мы с вами сделали бутылку мы с вами сделали крышку мы поставили свет теперь пора заняться оформлением текстурами первую текстуру которую мы с вами должны сделать это текстура вот этикетки поэтому давайте вот так поступим сейчас пойдем фотошоп у меня здесь есть апельсинов не нашел подходящих но зато есть вот такой персик сделаем персиковый сок какая разница то есть я сейчас возьму вот перышко и так то шагая 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 постепенно вырежу его и поставлю на отдельный слой вот так так следующее что мы будем делать давайте мы сделаем тут какое-то оформление напишет что это персиковый сок да так что так хорошо это сделали теперь давайте сделаем какие-нибудь полоски сделаем новый слой как это принято делать в этих этикетках тут что-то не нравится уберем здесь поставим прямую поставим еще один и удерживая shift уже сделаем вот такой красивый загибули отлично тогда мы сейчас так здесь тоже чтобы не было просветов и скажем что давайте мы заполним заливку к основным цветом я взял вот отсюда да это так всегда и надо делать может быть бы даже чуть светлее сделаем то есть не искать каких-то новых путей воспользоваться тем что уже есть выходит заливку контур окей вот так посвятение немножко так ну и теперь контуры кликом сюда убрали так очень хорошо следующий мы возьмем опять вот уже отсюда и тоже сделаем такую загибулина вот так и теперь возьмем отсюда какой-нибудь оранжевый цвет запустим вот такой и тоже заполнил возьмем пюрышко и заполним заливочку до основного цвета вот так отлично что то есть так 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 секунду мы сейчас уберем контуры вот так 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 может быть сам персик чуть меньше сделаем небольшие властинки малость хорошо теперь возьмем вот этот слой продублируем его в control control alt и 3d перевернуть отразить по горизонтали посмотреть как нам лучше его установить где-то вот так я думаю так хорошо будет так здесь надо нам сделать такую легкую тень очевидно чтобы он не выглядел таким висячим вот так вот здесь да давайте сделаем такую тень мы можем конечно поступить совершенно тупо сделать вот тень вот так и вот так оставить формальность более нам не надо вот так вот хорошо ну и так сейчас я подравняю кое-что здесь чуть-чуть здесь чуть-чуть так вот тут еще раз тут надо сравнить надо ли мне эти белые полоски я думаю нет поэтому тоже проверяем как называется по английские этот самый персиковый сок сейчас посмотрим по-русски напишем персиковый сок персиковый сок где у меня тут было гугли так вот джос до копируем пойдем сюда встанем вот сюда желательно так и напишем вот так да вот так желательно вот так здесь сейчас возьмем какой-нибудь другой скорее всего это пока будет так импакт нам не нужен и нам нужно поправить вот это пока авто оставим так хорошо можно и побольше и побольше сделать вот так допустим да ну вот я нашел на мой взгляд такой нормальный более-менее подходящие шрифтик не очень официальный и не очень такой размазанный то что мне показалось и нужно подвинуть сюда сейчас посмотрим где здесь вот п оставим это пролете вот здесь вот ну и все мы можем конечно сделать двойной сейчас мы сделаем это контур шильд от е так посмотрим изображение какое у меня размер холста у нас 2242 давайте-ка мы его сделаем 4000 на 2 умножим а может умножить на 2 здесь интересно формула работает и ни разу не пробую то есть у нас будет 4 4 на 2 если умножить 4 4 4 4 4 вот так должно быть и в эту сторону на есть цвет белый ok вот так хорошо теперь мы это делаем вот так вот так сейчас мы его вот такой сделаем поставим чтобы со всех сторон он был вот этот текст окей на это можно закончить теперь сохраним сохраняем сохраняем давайте у меня здесь есть в синеме есть текстура так тексту напишем этикет так ну и теперь начинается самое интересное давайте мы этикетку сейчас сделаем новый материал далее в диффуз вот диффуз загрузим этикетку вот так и бросил ее на саму бочечку эту этикетку видим что у нас получается не совсем то что нам нужно и посему мы изменить должны мэппинг на флэт так видим флэт видим что стоит тоже неправильно тут у нас помогут нам координаты мы можем подвигать в какую сторону нам надо вот-вот допустим здесь минут 90 сделает так минус 90 а здесь развернуть на все 180 теперь у нас все правильно возвращаемся в теги и с помощью вот этих мы можем теперь делать растягивать и выставлять как нам нужно вот допустим с этим закончили теперь это делаем так вот здесь мы видим что у нас но не совпадает скажем так у нас растягивается если мы делаем так по все значит можем по всей сделать да то есть без проблем у нас шрифт и наша растягивается наш плод поэтому мы сейчас с вами сделаем следующий мы сделаем как нам нужно вот так выставим куда нужно вот так и если мы сейчас сделаем то проверим то увидим здесь остались какие-то вот эти раздвоения это все потому что у нас стоит вот этот вот это галочку убираем несмотря на то что тут что-то потянулось это на это не обращая внимание рендерим и получаем все хорошую сюда этикетку замечательно следующем видео мы уже с вами будем делать последнее это сам сок и бутылку